В Лондоне обсуждают ход расследования покушения на российского бизнесмена Горбунцова. Прямо сейчас в эфире также последние подробности крупного скандала вокруг платных, будто бы, ужинов с британским премьер-министром. Какие последствия могут быть в этой истории, расскажет русская служба BBC. На связи с дождем мой коллега в Лондоне фамилия Смайлов. Фамиль? Добрый вечер, добрый вечер, Маша. Вы почти все рассказали про нашу программу. Ну, сначала мы поговорим о главных событиях дня. Кошмар на улице Бинг-Стрит. После нападения на Германа Горбунцова в Британии опасаются разборок по-русски. 250 тысяч за обед с премьером. Один из главных финансистов Тори ушел в отставку из-за хвостовства. Их святейшество на острове Свободы. Сможет ли Бенедик XVI подружить Кастро с католиками? Итак, лондонские исследователи, ведущие дело о попытке убийства российского банкира Германа Горбунцова, и еще таксиста, который подвез бизнесмена в восьмом часу вечера к многоквартирному дому на улице Бинг-Стрит в районе Собачий остров. Они надеются, что показания водителя помогут в поисках нападавшего. Рассказывает Юрий Журавель. Британские полицейские опрашивают соседей и возможных свидетелей в лондонском районе Доклендс, где было совершено покушение на российского бизнесмена Германа Горбунцова. В него выстрелили несколько раз, и теперь он в тяжелом состоянии находится в больнице. Обычно Скотланд-Ярд не раскрывает имен пострадавших, но в этом случае было сделано исключение, после того, как в России стали активно обсуждаться версии о причинах покушения на Горбунцова. Упоминались возможные деловые конфликты, и то, что Горбунцов якобы должен был дать важные показания, связанные с российской организованной преступностью. Соседи Горбунцова говорят, что квартиры в этом районе часто снимаются приезжающими по делам иностранцами, и местные жители плохо знают друг друга. Кое-кто здесь живет постоянно, но обычно здесь останавливаются по делам. Люди приезжают на неделю или на месяц, работают по соседству в Сити и уезжают обратно. Состояние Горбунцова тяжелое, но стабильное, говорят врачи. У больницы дежурит вооруженная полиция. В Скотланд-Ярде опасаются, что это покушение может оказаться не последним. Вчерашние и сегодняшние британские газеты полны подробностей и комментариев о произошедшем. Кстати, вы можете почитать обзор этих газет на нашем сайте bbc-russian.com. Напомню, вы смотрите новости русской службы BBC. Я фамилия Смайлов, а теперь о других важных событиях дня. В Сеуле представители 50 стран мира обсуждают меры, которые позволили бы снизить риск ядерного терроризма. В южнокорейской столице уже прозвучало несколько важных заявлений. В США заявили, что президент Обама намерен следовать условиям нового договора с Россией по СНВ. В США сообщили о готовности сбить северокорейскую баллистическую ракету, которую Пхеньян планирует запустить в апреле. Япония закрыла еще одну атомную электростанцию, продолжая политику на отказ от атомной энергетики после аварии на Фукусиме-1. В стране теперь действует лишь один из 54 атомных реакторов, да и тот будет выведен из эксплуатации в мае. До аварии на Фукусиме треть электроэнергии в Японии вырабатывалась на АЭС. Теперь же резко вырос импорт в Японию углеводородного топлива. Президент Франции Николай Саркази обещал запретить въезд в страну для радикальных мусульманских проповедников. Это часть мер, предпринимаемых после серии громких убийств в Тулузе, совершенных Мухаммедом Мира, который называл себя боевиком Аль-Каиды. Тулузская трагедия стала главной темой президентских выборов, которые пройдут в апреле. Согласно опросам, шансы Саркази и его главного соперника, социалиста Франсуа Оланда, приблизительно равны. В Британии обнародован список всех крупных доноров консервативной партии, когда-либо обедавших с Дэвидом Кэмероном на Даунинг-стрит-10. Такой результат скандала, разгоревшегося после публикации в газете «Санди Таймс», чьи журналисты сняли скрытой камерой казначея, правящей партией Питера Крудеса, который хвастал, что может обеспечить доступ к премьер-министру за взнос 250 тысяч фунтов. Мой коллега Марк Григориан следил за родителем событий вокруг этого скандала. Марк, добрый вечер. Крудес покинул партийный пост, Кэмерон обещал меры, и он принял меры. Ну, вроде бы вопрос исчерпан. Добрый вечер. На самом деле не исчерпан. Этот вопрос еще некоторое время будет рассматриваться и будет обсуждаться и средствами массовой информации, и политиками. Потому что здесь очень болезненно, очень внимательно относятся к прозрачности финансирования политических партий, и очень не любят, когда используется, ну, так называемый административный ресурс для того, чтобы усилить финансирование политической партии. Дэвид Кэмерон даже обратился к своим коллегам по другим партиям, лидерам других партий, с предложением ограничить возможные взносы в партийную кассу 50 тысячами фунтов в год. Я должен сказать, что, например, вот в прошлом году Дэвид Роуланд почти 2 миллиона отдал консервативной партии. Ну, видимо, от незабвенной любви к идеям консерваторов и к идеям Тори. Но список, я так понимаю, список, который опубликовали сегодня, ничего нового нам, никаких сюрпризов не принес. Не так ли? Нет, никаких особых сюрпризов не принес. Это все известные люди, близкие к верхушке Тори. Дэвид Кэмерон сказал, что это люди, с которыми он знаком и дружен больше 10 лет. И потом он обнародовал, что за год было всего три таких обеда с донорами, и эти обеды не были фандрейсинговыми. Да, он не собирал на этих обедах деньги в фонд своей партии. Был еще четвертый обед, но это было празднование победы на парламентских выборах. Ясно. Ну, все-таки, как ни скажи, какие-то политические уроки здесь должны быть вынесены. Как вы считаете, какие? Ну, конечно же, вопрос прозрачности финансирования. Конечно же, будет обращено на это внимание. Естественно, оппозиционные партии будут давить на это на следующих выборах. Так же, как было, скажем, в случаях с либористской партией, когда там были так называемые вот ситуации, когда за право становиться членами палаты лорды люди как бы давали в долг деньги либеральной, извиняюсь, либористской партии. В том, это долги списывались. Ясно. Спасибо большое. Это был Марк Григорян. Мой коллега, мы говорили о ситуации вокруг скандала с финансированием донорством в Консервативной партии Великобритании. Папа Римский, Венедикт XVI в рамках турне по католическим странам Латинской Америки прибывает на Кубу. Прибывает в интересное время. Отношения между государством и церковью на острове Свободы значительно улучшились. Многие годы после революции 59-го года они были довольно враждебными. Церковь самая большая, самая влиятельная общественная сила на Кубе, не считая, конечно, коммунистической партии. Ожидается, что во время трехдневного визита папа встретится с президентом Раулем Кастро. Репортаж Сара Рейнсфорд. Это город Сантьяго де Куба, колыбель кубинской революции. Именно с него Бенедикт XVI начнет свою поездку по коммунистическому острову Свободы. Этот выбор не случайен. Здесь расположена главная католическая святыня острова Собор Пречистые Милосердные Девы из Кобры, покровительницы Кубы. Кубинцы обращаются к ней практически по всем поводам. От освобождения политзаключенных до спортивных успехов. Десятилетия официального атеизма не изменили этого отношения. Папа Римский приезжает в Сантьяго де Куба в качестве пилигрима. В 2012 году отмечается юбилей покровительницы Кубы. И жители острова возлагают много надежд на этот визит. Церковь рассчитывает, что приезд Бенедикта XVI усилит ее авторитет. Пока только небольшая часть кубинцев регулярно посещает воскресные службы. Папа укрепит и церковь, и паству. Я думаю, он принесет весь надежды нашему народу. В государстве, находящемся в политической и экономической изоляции, люди действительно думают, что Папа может помочь практически во всем. Может быть, он принесет нам процветание. Вот на это мы надеемся. И дружбу. Не только с Америкой, а со всем миром. На Кубе сейчас можно быть одновременно и католиком, и коммунистом. Общаться с верующими Папа Римский, когда-то заявлявший, что коммунизм себя не оправдал, будет на площади революции. И под взором ее лидера, Фиделя Кастро. Отношение католической церкви к геям хорошо известно, но это далеко не единственная проблема имиджа для людей нетрадиционной сексуальной ориентации. В Турции, например, геи для того, чтобы их признали негодными к ведению воинской службы, вынуждены доказывать, что они действительно занимаются сексом с мужчинами. А отношение к воинской службе в Турции очень и очень серьезное. Статья об этом на нашем сайте рекомендую читайте. Очень рекомендую также фоторепортаж о том, как известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон погрузился в специальном глубоководном аппарате на дно Марианской впадины. Титанику об этом не снилось такое. Все это на нашем сайте. Очень интересно. Нашем сайте висерашин.ком Такие дела. Вы смотрели новости русской службы. BBC в лондонской студии был. Фамилия Смайлов. Увидимся с вами завтра на дожде во время прямого включения в 4 часа вечера и с итоговой передачей в 8. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»